Клумба для души. Майорождественское озеленением своего двора занимается около пяти лет. Сама организовала клумбы, привезла землю, высадила цветы. В основном выращивает многолетники – пионы, ирисы, тюльпаны и другие. Сама поливает, она зиму выкапывает и убирает луковицы в подвал до весны. Инициатива пенсионерки находит отклик у соседей. Многие фотографируются с клумбами и говорят ей спасибо. И она планирует продолжить доброе дело. Все уже выросло, все хорошо. Каштаны посадила. Если я не буду ухаживать, то хотя бы все это запустится. Но хоть каштаны будут украшать, они тоже цветут красиво. И растут красиво, деревья красивые. Впервые в этом году к благоустройству своего двора присоединились жители дома номер 12 на Третьей Кольцевой. К организации клумбы они подошли серьезно. Разработали проект, определили, где какие цветы высадят и принялись за работу. Создавать красоту помогали все соседи. Вместе покупали растения и высаживали их. Присоединились к акции и дети. И теперь жильцы решили поучаствовать в конкурсе клумб, чтобы показать пример того, как сообща можно украсить родной двор. Потому что хочется жить в красоте. В этом году жители собрались. Безумножательно сделают красивую клумбу. Да, как только началась весна, захотелось красоты вокруг. Поэтому все нужно организовали всю эту работу. Всего на конкурс клумб на сегодняшний день подали заявки 10 домов. Он в нашем городе проходит впервые по инициативе Городского совета народных депутатов. Организовали его, чтобы поощрить инициативных местных жителей за благоустройство своих дворов. Оценивать клумбу будет конкурсная комиссия. Месяц мы будем оценивать созданные жителями цветники. Лучших ждут призы. Такие пока говорить не буду, чтобы не испортить сюрприз. Если акция, которую мы проводим в этом году, получит положительный опыт у жителей, в следующем году, возможно, мы проведем уже общий районный конкурс или общий городский. А подать заявку на конкурс на лучшую клумбу жители 8-го ЮЗЭ могут до конца июля. Для этого необходимо написать адрес цветника в любой из мессенджеров по телефону. В финале конкурса состоится торжественное награждение победителей. Анна Столярова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».